Накануне в Институте гражданской авиации обсудили законодательный статус музеев в учебных учреждениях. Участниками круглого стола стали губернаторы области, федеральные эксперты, а также ректоры ульяновских вузов и представители профильных ведомств. Вопрос определения законодательного статуса сейчас актуален почти для 250 таких организаций. Зачастую учебные музеи по значимости не уступают государственным, однако их содержание полностью ложится на плечи образовательных организаций. Музеи в вузах, музеи в школах, музеи в образовательных организациях – это важный элемент инфраструктуры патриотического воспитания. Сегодня мы вместе с коллегами обсудили вопросы развития таких музеев, какие проблемы испытывают образовательные организации в этом направлении. Накануне в Институте гражданской авиации обсудили законодательный статус музеев в учебных учреждениях. Участниками круглого стола стали губернаторы области, федеральные эксперты, а также ректоры ульяновских вузов и представители профильных ведомств. Вопрос определения законодательного статуса сейчас актуален почти для 250 таких организаций. Зачастую учебные музеи по значимости не уступают государственным, однако их содержание полностью ложится на плечи образовательных организаций. Я надеюсь, что вот сегодняшний такой круглый стол, есть депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, этот круглый стол приведет к тому, что будет в кратчайшие сроки разработан, положен на бумагу закон, который будет внесен в Государственную Думу и по нему начнется работа. Если мы все слажены и действительно будем нацелены на результат, то в течение полугода, я думаю, вполне возможно принять и такого закона. Также по итогам обсуждения было решено запустить всероссийский мониторинг музеев на базе высших учебных учреждений. Такой реестр поможет определить состояние численности коллекций, а после принять окончательное решение по закреплению законодательного статуса.